шалом тот в ком совесть умерла совсем или просыпается крайне редко искушение не ведает вообще или почти не ведает а вот есть человек хоть как-то стремится к истине добру любви и святости то искушение неминуемы сами шо был искушаем причем в пустыню искушений его вел никто иной как святой дух тем более его ученики будут искушаемы и даже если они просят отца небесного отвести от них эти искушения как им учитель собственно и велел молиться сегодня мы поговорим об искушении евы в эдеме о нем нужно говорить потому что суть этого искушения вероятно в той или иной форме присутствует во всех остальных искушениях в том числе и тех конечно с которыми мы с вами сталкиваемся так что если мы хотим понять стратегию нашего врага начать нужно мне кажется именно отсюда что же произошло в эдеме в чем состояла то искушение самое первое в человеческой истории змей был хитрее всех зверей полевых которых создал господь бог и сказал змей жене подлинно ли сказал бог не ешьте ни от какого дерева в раю и сказала жена змею плоды из деревьев мы можем есть только плодов дерево которые среди рая сказал бог не ешьте их и не прикасайтесь к ним чтобы вам не умереть и сказал змей жене нет не умрете знает бог что день в который вы вкусите их откроются глаза ваши и вы будете как боги знающий добро и зло увидела жена что дерево хорошо для пищи что она приятно для глаз и вожделенно потому что дает знание и взяла плодов его и ела метод дьявола всегда один и тот же обещать с три короба потом на деле обокрасть дело поверила лжи змея и вместо обретения обещанного змея знания лишилась самого драгоценного что у нее было слава бога его присутствие и общение с ним ложь змея заключалась в том что плод дерева позволяет подняться над обычной человеческой жизнью стать богом если не с большой буквы тоже точно с маленькой приобщиться к сонму богов уподобиться всевышнему именно это планирует по не случайному вероятному совпадению некто хилель бен шаха звезда сын зари но то хилель а мы вернемся к еве чем же это ложь привлекла ее на какой струне души сыграла ведь дело в том что человек был создан богом для жизни которая действительно больше чем обычное человеческое мы были созданы не для самой достаточности а для единения с богом для взаимодействия с ним для взаимоотношений завета с ним для его участие в нашей жизни и нашего участия в его жизни для совместной жизни в которой мы с ним взаимодействуем и неким образом переплетаемся. В искушении нам всегда предлагается одно и то же, можно сказать, удовлетворение какой-то вполне легитимной потребности нашей. И именно потому, что потребность эта встроена в нас, нашим создателем, мы и можем быть искушаемы. То есть предложение искусителя задевает нас за живое. Мы созданы для красоты, для добра, для знания, для мудрости, для силы, для власти и общения. Поэтому дьявол не искушает ни уродством, ни глупостью, ни невежеством. Он всегда обещает только то, что находит в нас глубокий отклик. Где-то глубоко, на очень глубинном уровне. При этом он также предлагает всегда свой собственный путь к достижению цели. Какова бы цель ни была, он уверяет нас, что Бог нам не помощник. В достижении этой цели. Подрыв нашего доверия к Богу. Вот главная цель искусителя. И в своем общении с Евой он ее добился. Змей внушил ей, что Бог не так прост, как им он кажется на первый взгляд. За этой красивой поверхностью, которую они с Адамом видят, скрывается коварнейший план. Что своим запретом на вкушение плодов дерева познания добра и зла Бог не оберегает людей от чего-то вредного, как они по своей простоте душевной думают. Он лишает их чего-то замечательного. Даже не просто замечательного чего-то, а самого лучшего, что они могут иметь в жизни. Посмотри, Ева, какой твой Бог хитрец. Он дал тебе и апельсины, и манго, и мужа молодого и красивого, чтобы ты не мечтала ни о чем большем. А между тем, в жизни-то есть нечто намного более прекрасное, вкусное и возвышенное, чем все, что ты пробовала до сих пор. И вот именно это твой добрый создатель тебе и запретил. И можешь не благодарить меня за это откровение. Я просто люблю тебя. Люблю по-настоящему. Вот именно так сплошь и рядом думают о родительских запретах дети. Папа сам хочет играть за компьютером, завидует, что мне так классно, поэтому не разрешает мне играть, сколько мне хочется. Мама жадина зажала деньги, чтобы купить мне этот торт, высчитывает мне на сладкое каждую копейку, а еще говорит, что любит. Если наши родители оберегают нас от того, что может нам навредить, то тем более наш создатель. Сотворив нас определенным образом, он, конечно же, предусмотрел и пути удовлетворения наших потребностей, и в конце концов, если цветы, созданные им, получают от им же созданного солнца, свет и тепло, и от земли и дождя влагу, тем более и мы получим все необходимое, если только поймем его план на нашу совместную жизнь с нами, с ним и научимся сотрудничать с ним. Он действительно благ, и в нем действительно нет никакой задней мысли, никакой хитрости, никакого коварства и никакого обмана. И в этом, собственно, и состоит благая весть, как ее изложил нам Иоанн. И вот послание, услышанное нами от него, и провозглашаемое вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Ни-ка-кой. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv Продолжение следует... Продолжение следует...